Практическая психология Мы прошли многие этапы становления, но и сейчас развиваемся, дальше растём. Не буду скрывать, часто, когда я, так как я работаю в семейном направлении, очень часто, когда приходит, например, семья и говорит, что ребёнок не уверен, ребёнок боится себя каким-либо образом проявить, я рекомендую, что давайте начнём с какой-нибудь театральной студии, где можно будет в очень экологичной форме ребёнку где-то сначала говорить скороговорки, потом потихонечку выходить на сцену, на репетициях проживать какие-то определённые абсолютно разные роли. И родители говорят, неужели вы верите в то, что это может помочь нашему ребёнку раскрыться? Я говорю, да, вот именно это вашему ребёнку может помочь раскрыться. Да, всё верно. Они приходят в театральную студию, и на безопасной для них территории, среди таких же сверстников, как и они, начинают получать первый опыт публичного выступления. Пусть это небольшая группа сначала, потом, когда они уже чувствуют в себе силы, чувствуют, что они могут выходить на большую сцену, тогда это уже выступление и для родителей, но и вообще для зрителей, которые сидят в зале, пришли, купили билет смотреть, например, какой-то интересный спектакль. Но ведь всё начинается вот с этих робких первых шагов, когда очень страшно, когда кажется, что сейчас, как некоторые дети говорят, я сейчас распадусь на атомы, да, и потом оказывается, что он не распадается, что он, наоборот, укореняется. Укрепляется очень много такого опыта, когда пришли ребята абсолютно сырые, да, есть такой термин, да, и постепенно-постепенно мы начинаем из них делать такого интересного, творческого, активного ребёнка. Он, во-первых, у него вырастают крылья, вырастают крылья, появляется уверенность в себе, он перестаёт стесняться, если что-то сделал случайно, смешно. Потом он начинает, наоборот, юморить, чтобы… ему нравится уже это ощущение. То есть вот главное ещё перейти от такого момента, когда ему неловко, если что-то не получилось, и когда он уверен в себе и чувствует, да, нормально, я красавчик. Вот таких ребят очень было много, ну и сейчас, естественно, они растут, развиваются. И когда я вижу такие перемены, то для меня этот ребёнок становится наиболее ценным, потому что вот он действительно от ноля такой проходит, шажой по шажочку, по шажочку, к уверенному… Узнаёт себя, да, разрешает себе проявиться в этот мир, да? У меня был такой момент, когда мальчик пришёл, у него даже немножко нервный тик или что-то такое вот, и я на него смотрю, я понимаю, что он настолько закрыт, он всё время старается быть где-то вот около стеночки, где-то вот пытается спрятаться за кем-то, и если его имя называют, он прям теряется. Вот, и, ну, мы выросли до того, что он сейчас уже участвует в мюзиклах, находится в первых линиях, очень уверенно себя чувствует, отыгрывает роль свою, вот. Ну и мама призналась, что я не думала, что за такой недлительный период ребёнок настолько раскрылся. У него ещё есть немножко с лишним весом, чуть-чуть такая, да? Он перестал на это обращать внимание, ему всё равно некомфортно, но, тем не менее, он сейчас уже уверен. И всё остальное будет. Да, конечно. Вот это вот как раз процесс трансформации, да, он важен как педагогу, да, когда вы видите всё это, ну, а родителям важен, потому что это результат работы ребёнка и педагога одновременно. Да, над собой. Вот, смотрите, сама проходила в своё бурное детство, подростковый период, сама была в театральной студии, и до сих пор, когда меня спрашивают, а почему ты не боишься, например, выйти там на сцену, почему для тебя это вообще не является какой-то такой сложностью, я всегда говорю, что я очень благодарна вот этим урокам, которые мне дала театральная студия, потому что если бы не она, я бы, наверное, тоже была очень и очень зажатым таким подростком. Поэтому двигаемся дальше. И так вот 13 лет, да, 13 лет вашему детищу, уже несколько потоков прошло, да, то есть... Ой, такое счастье видеть ребят, которые уже выросли у меня и в коллективе, просто я вчера как раз общалась со своими выпускниками, как они с таким воодушевлением рассказывают о том, что им помнится в театральной студии. Это уже ребята взрослые, уже своя личная жизнь, уже состоялись в этой жизни как-то, ну, взрослые ребята. И они вспоминают, а помните, мы съездили туда-то, и вот мы сделали то-то, то-то, а вы даже и не знали. Ну, то есть так интересно за ними наблюдать. Это целая жизнь, у них теперь уже общие эмоции, да, воспоминания. А вообще вот заметно бывает, вот иногда ребёнок, он сам такой с творческой жилкой, да, и он говорит, я хочу там на сцену, я хочу петь, я хочу там каким-то образом проявляться. А бывает так, что вот ребёнок не хочет, и его как бы приводят родители. Вот эти две категории детей, они очень сильно заметны, да. Вот как вы, тех, кто через какого-то сопротивления, через то, что мама с папой сказали, и я поэтому сюда пришёл, как вы работаете, чтобы у них появлялось желание бежать сюда? Ну, они, во-первых, попадают в какую-то новую среду, да, тут все творческие. То есть если он, новенький ребёнок попал в группу, которая уже занимается, у которой есть опыт, они, если даже сначала есть какое-то сопротивление, начинают постепенно присматриваться, видят, что здесь хорошо, понимают наш менталитет, наш внутренний, да, начинают смотреть, какие ребята, и постепенно так подравниваются, выравниваются, и я поняла, что вот если группа только новенькие ребята, то немножко из них тяжелее вытаскивают, нежели тем, чем когда он попал в какую-то уже готовую группу и начинает дорастать до них. Вот, интерес появляется, потому что, ну, во-первых, у нас же и театральная студия такая, что несколько направлений, они сегодня пришли на танцы, завтра на вокал, послезавтра на актёрское мастерство, на речь, и поэтому где-то выстреливает в любом случае. То есть какой-то предмет его цепляет 100%. Вот, и он становится частью коллектива и начинает двигаться вместе со всеми, и старается уже на всех предметах себя как-то, ну, проявлять. Да, да. Вот отличное направление. То есть получается, что какие ценные очень навыки у нас обретает ребёнок, пребывая вот в такой развивающей среде? Ну, умение общаться со сверстниками. Такой опыт хороший. Причём не только со сверстниками там, да, я вот посмотрела, у вас разные... Ой, у нас так по-семейному, да. У нас есть малявки, кто помладше, кто постарше, они все друг друга любят, но я вообще 10 лет назад же, мы поставили первый мюзикл, и тогда мне ещё сказали, ты говоришь, захочешь на репетицию, у тебя так по-семейному, нет таких явных разделений по группочкам, да, то есть они маленькие со старшими, старшие где-то с маленькими, и вот такой вот взаимоподдерживающая среда. Да, да. И они друг другу подсказывают, ой, выход, ты чего сидишь там, ну, где-то, вот. И, ну, атмосфера, она такая у нас царит, что каждый, кто бы ни пришёл, начинает постепенно в это вливаться и чувствовать себя комфортно. Получается, что, например, ребёнка, если мы отдаём флэту студию, то его там однозначно научат красиво и правильно говорить, да, научат не бояться выходить на сцену. То есть работа со страхами у вас есть, да? Да. В первую очередь мы начинаем работать над телом, над самовыражением изнутри, да, что... Потому что тело, оно очень откликается, когда актёр знает, что хочет донести до зрителя. А если тело зажато, а он прям весь такой, он хочет что-то донести, но у него тело зажато, то не получится. Вот. Вообще это великолепная такая практика для детей, для детей любого возраста, да, быть в контакте со своим телом. Если ты изображаешь сейчас радость, так и в теле должна быть радость, да? Да. Если тебе сейчас страшно, так и в теле ты должен показать этот страх. Начинаем с разминки тела. Это как пластилин, он должен быть мягонький. И тогда только у него получится и выступить достойно, и передать свои мысли, эмоции зрителю. А смотрите, как это ценно, особенно в подростковом периоде, когда мы видим, что они, например, постоянно сутулятся, постоянно пытаются как бы закрыться, да, что вот, ну, типа, не трогайте меня, я тут там сам по себе, да. А здесь вы уже с детства учите ребёнка владеть своим телом. Да, выходи уверенно, расправь плечи. Ты мальчик, мальчик, всё. Ты герой. Выходи, да, выходи, как настоящий артист, всё. А девочка, ну, соответственно, девочкам тоже свои какие-то нюансы. И вот тело, они умеют уже владеть телом, они умеют владеть голосом, да, и вот здесь, мне кажется, вот появляется то самое состояние, когда я, оказывается, ну, как бы сценарист своей собственной жизни, да. А потом очень важный пункт — душа. Сейчас в наше время детям очень не хватает именно вот в этом направлении раскрываться. Вот мы же росли всё равно по-другому, наше поколение. У нас не было телефонов, ну, то есть не было каких-то откликающих. Мы могли часто оставаться наедине, чтобы подумать. То есть сейчас любое наедине, они воспринимают так, в телефон зайти, посмотреть, что там. Или если что, то не сразу скучно. Дети часто говорят, если не телефона, телефона нет, значит, скучно. Да, настолько сейчас они привыкли. Или у них ещё всё визуально-визуально, это картинки, видео, вот. А что внутри? Это нужно учиться либо читать, а читать они сейчас не любят, либо вот воспитывать какими-то упражнениями, давать возможность задуматься об этом, о том. И я вот поняла, что действительно подросткам особенно не хватает вот этих вот... Наверное, уйти в себя, что-то почувствовать и передать это, передать это, что он сейчас чувствует. Поделиться с этим, да, с людьми, которые окружают тебя. Да, поэтому упражнения по-актерскому тоже рождают определённые внутренние такие... Инсайты. Да. Состояния, которые хочется проживать и проживать заново, да? Да, когда я что-то с ними репетирую, я говорю, ребят, я тут не чувствую души, ты просто делаешь это искусственно, покажи мне, как по-настоящему, или помогаю. Например, сравнение какое-то, вот представь, что у тебя сейчас вот ситуация из жизни вот такая, бывают такие ситуации, бывают, вот покажи мне эту ситуацию. И вот тогда он начинает переживать, и у него включается настоящее внутреннее состояние, что я чувствую, и тогда я уже верю. И вот если там где-то мурашка у меня внутри пробежала, я говорю, молодец, ты по-честному это показал. А всё же сейчас очень поверхностно, если не заниматься внутренним состоянием, то как показывать спектакли? Как показывать спектакли? Как заставить зрителей сопереживать, стать соучастником этого действия? Конечно, великое искусство, и я понимаю, почему с удовольствием дети, подростки идут к тебе в театр, вообще во многие театральные студии, где их видят настоящих, где их видят иногда сначала неуклюжих, да, вот таких угловатых, но потом они видят, как они сами растут и меняются. Да, к нам мальчик пришёл, ему уже, он такой, мне так-то уже 16, а 15 ему было, он такой, я взрослый, я, наверное, уже никуда не гожусь. Я говорю, давай попробуем, угловатый очень, шепелявый. Я смотрю на него, он такой забавный, но мы его так любим, он сейчас вот, ну, оперился, можно сказать, он чувствует себя уверенным, он согласен за любую роль взяться, и вот так любят в коллективе, он такой у нас прям любимчик. И то, что он где-то бывает смешной, он вообще не стесняется, не обижается на это. И, конечно, ребята, когда уверенные выходят в жизни, каких бы там у них комплексов не было нацеплено из детства, из школы, а это всё равно бывает, они реализуются лучше. То есть если у них есть, я могу. А вообще с какого возраста открыты двери в твою студию и до какого возраста? У меня с пяти лет, с пяти приходят, просятся с четырёх, но мы с четырёх иногда тоже берём. Но для меня, знаете, важно, они приходят не в студию, где развитие, просто развивайка, а я их готовлю всё-таки к тому, что через какое-то время вы будете выступать с нами. Потому что я понимаю, вот у меня на, скажем так, на постановочной площадке обычно бывает 50-60 учеников. И это очень большое количество детей. И если они уже мои, если они прям по взгляду могут понять, что они сделали не то, например, или там суетятся, шумят, отвлекают меня, они это видят, чувствуют. А если ребёнок, например, пришёл неподготовленный, а ещё там хоть кол на голове чешонка, бывает, как в школу пришёл или как в спортзал, поэтому я их готовлю на уроках. Это как-то надо причесать. С малолетства, да. И они уже такие мои зайчики становятся. И подрастают, и я им доверяю больше. То есть я знаю про каждого ребёнка, на что можно рассчитывать. Можно рассчитывать, что он выйдет вовремя и ничего не забудет? Или ещё не очень-то можно. Вот, поэтому у меня есть такие маленькие звёздочки, которые выросли с пяти лет. Я на них смотрю и любуюсь. Они уверенные становятся, ответственные. Мамы говорят, что всё, сам собирает костюмы. Триста раз ко мне подойдут, спросят, если ему чего-то не хватает. Я понимаю, что этот ребёнок уже вырос у меня в коллективе, и поэтому мне удобно, когда они приходят в пять, шесть, семь, и мы с ними подрастаем. Отлично. Вот смотри, тоже хорошая очень мотивация по поводу того, что я не просто здесь учусь, мне поставят голос, не просто научат двигаться, но у меня есть перспектива, что я выйду на сцену и потом буду участвовать в конкурсах, буду куда-то ездить. Это же тоже такой очень хороший ценный навык для современного ребёнка, потому что это потом пригождается в жизни. Да, да, да. Такая практика сценическая. Как результат того, что он герой, он прошёл какие-то этапы обучения, и вот он вышел на сцену, и вот он получает аплодисменты в составе коллектива. А если он ещё потом и едет на конкурс, и там получат какой-то диплом, то для них это тоже такая победа, что всё не зря. Да, но это как раз то, к чему надо стремиться. А бывает так, что, например, ты понимаешь, что... Вот я знаю, что у тебя там бывает прослушивание определённое. А бывает так, что, например, ты смотришь на ребёнка и говоришь, нет, это точно не наша история, я не смогу взять этого малыша в свою студию, я не вижу в нём потенциала. Нет, такого не бывает. Я на самом деле первое время думала, что действительно в нём должен изначально что-то... Он должен изначально что-то показать. Но настолько внутри закопано бывает у них, что ребёнок вообще себе не проявляет в начале. И он даже может стесняться, он может даже не выйти на прослушивание и не встать передо мной. Для меня он становится наиболее даже интересным, потому что насколько он сможет избавиться от этих страхов, если мы поработаем. Насколько ты как специалист можешь помочь, да? И когда я вижу эти результаты, я понимаю, что это работает, система правильная. И у меня много ребят, которые именно из статуса скормничков... Есть ведь активные дети. И сразу же звёздочки пришли, да? Вот прямо их видно, да? Они такие, ох! Да, бывают киперактивные, которые неугомонные. С ними их надо каждый раз так вот... Останавливать, да. Аккуратно, давайте, ребята, помогать. Вот. И скормнички, они у меня вышли... Ну, не один ребёнок вышел именно в статус уверенного, хорошего актёра, который сыграет и покажет искренне свои переживания. И очень живой, активный на сцене, там, если радость, то радость. Вот. То есть пришёл, вот его не видно, не слышно, и потом раскрылся. Вот. То есть ты в любом ребёнке, да, который дошёл до тебя, ты знаешь, что в нём где-то есть талант, надо просто подождать и помочь ему. Да, если он будет действительно стараться, очень много от внутреннего его... Состояния. Намерения. Да, и намерения зависит тоже. Если он пришёл заниматься, ну, так, с уверенностью... Во-первых, если он бежит, глаза горят, это значит, уже полдела сделано. Он сам будет по волне этой плыть, течь, скажем так, и стремиться к роли, и стремиться к выступлениям. Всё остальное уже, скажем так, направлять в нужное русло, и всё получится. Лена, вот такое направление, как мюзикл, да, оно очень такое... Ну, шикарно, на мой взгляд, оно очень востребовано. Сколько уже поставлено мюзиклов? Шесть. Шесть. Есть новогодние, но они больше к таким концертам, наверное, ближе относятся. Но вот есть прям таких два любимых. Так, что это за мюзиклы? Ну, давайте начнём с того, что я первый свой мюзикл поставила в 2011 году, ровно 10 лет назад, у нас была премьера в феврале. Это мюзикл «Маугли». Это такой был этап, когда я, ну, стала сомневаться, моё ли это дело, правильно ли я иду, в том ли я направлении, потому что столько много энергии тратится на это. А вообще дети, это такая... Трудозатратная часть. Вливаешь, вливаешь, да, да, да. Так, эмоционально, энергетически ты выплёскиваешь туда всё. И я стала сомневаться, моё ли это дело, хочу ли я дальше в этом двигаться. И когда я поставила свою первую работу мюзикл «Маугли», услышала отзывы, родители все благодарны, но я решила, что нужно проверить свой, вообще свой, правильно ли я двигаюсь, то ли я делаю. Потому что в Кирове я мюзиклов не видела, я больше поставила его на ощупь в тот момент. И выбрала себе конкурс, куда мы поедем проверить свои силы. Это был город Сызрань, Самарская область. Мы поехали в августе, выступили и, в общем, собрали веер дипломов. И это был такой показатель для меня, что... В правильном направлении двигаешься. В правильном направлении, да. Оттуда у меня пошли новые веточки. То есть меня пригласили уже на международный конкурс в Сочи. Мы съездили с ребятами и в Сочи. Тоже собрали веер. Да, собрали веер. Но там мы заняли второе место. Но тоже было понятно, почему. Международный. Международный. Понимаешь, и второе место, это тоже очень хороший показатель. И после этого меня пригласили на лабораторию режиссеров. Уже бесплатно, абсолютно в Москве поучиться. Сказали, у тебя есть потенциал. И мне даже предложили поучиться в ГИТИСе заочно. И даже сказали, что ты подойди, ты только подойди. Я, конечно, за эту возможность не схватилась. Но на лабораторию я съездила. И там приобрела новых знакомых. И тоже получила хороший опыт. И, в общем, считаю, что пошла цепочка новая для меня. И это был знак, что действительно, это моё дело. Нужно заниматься дальше. Но на Маугле не остановишься. Нужно двигаться дальше, новые работы делать. Вот стали в этом жанре работать. И я поняла, что это моё самое, пожалуй, интересное, любимое для меня направление. Про Тома Сойера ведь тоже, да, сделали мюзик? Да. Тома Сойера тоже в восторге словил. И на конкурсы свозили. Там тоже очень интересные приёмы у нас есть. И когда зритель из зала выходит и говорит, мы плакали, это значит, откликнулось. Один самый интересный отзыв был, когда после Тома Сойера у меня вышел знакомый и говорит, ты знаешь, Лена, я как в церковь сходила. Это для меня было, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, он ведь не смеётся. Он так искренне мне сказал. Я говорю, ну почему, ты мне скажи, мне интересно. Он говорит, ну, во-первых, я минут пять ёрзал, думал, тут мамочки с детьми, а он пришёл один, дочь взрослая, и вроде, чё тут сижу, как пачок. Ну вот, он посидел, посмотрел, он говорит, первые пять минут я ёрзал, на десять минут я уже туда включился, и всё, и до конца погрузился в эту историю. Я вспомнил детство, я вспомнил первую любовь, я прослезился несколько раз, мне было так жалко, я поверила этим героям, которые на сцене находятся. Это же, говорит, вроде дети, это просто актёры, но я, говорит, настолько в это во всём вошёл. Потому что таким очень доступным языком, да, они говорят, да, показывают, демонстрируют, и человек присоединяется к этим всем. И вышел оттуда счастливый. Да, вот это дорогого стоит. И для меня был показатель, что так и надо двигаться. Вообще, театр очень сильно развивает личность ребёнка, да, немаловажно, мы с тобой можем просто предсходить в театр, да, но немаловажно, что с детьми, которые в зале, разговаривают дети. Видишь, ты даже сейчас вот рассказала историю, со взрослым разговаривали дети, да, и он словил вот это состояние счастья. Для тебя вот этот процесс важен? Конечно, я, если я сама пишу сценарий и там прорабатываю какие-то моменты, и меня отцепляет, это значит, ну, в нужном направлении. Я вообще, честно говоря, мюзикл, это же такой жанр праздничный, ну, как сказать, такой немножко с эффектом шоу. Это и песни, танцы, костюмы, это всё из элемента шоу. Но если я сходила просто на шоу, допустим, где-то, то, ну... Вышла и забыла. Ничего не унесла с собой. А если я сходила и прожила какие-то моменты, и выловила какие-то такие инсайты, что ли, в этот день, то... да и фильмы так же, собственно. Ты смотришь, если ты посмотрел фильм, и там тебя что-то зацепануло, и ты вынес какие-то мысли с собой, то уже время потрачено не зря. Вот я на это тоже обращаю внимание, чтобы у нас постановка была не сухая, чтобы в ней было что-то, пища для размышления. Вот сейчас вы опять делаете мюзикл Маугли, уже новый состав, да? И, наверное, что-то изменили, да, немного? Конечно, мы туда добавили сцен. У нас есть один выпускник из мюзикла Маугли, сейчас он уже актёр, вот он сейчас в Кирове, сегодня уже уезжает обратно. Актёр снимается в кино и в театре играет, вот. Он смотрел, очень много заметил моментов, где изменено. Я-то знаю, да, где что поменяло, а вот тут поменяли, там поменяли. И, естественно, мы же выросли за это время, за 10 лет... он родился 10 лет назад, и за это время мы... я сама выросла, какого-то опыта набралась, актёры другие. В этом году мы играем два состава актёров. Я не смогла отказать некоторым детям, поэтому мы играем два раза, играем два состава. И, конечно, добавило. Конечно, добавило и таких живых моментов, и актёрских каких-то, где они взаимодействуют вместе. Отлично. Где можно посмотреть этот спектакль? Дворец культуры железнодорожников, 4 апреля и 10 апреля в 14 часов. Отлично. Замечательно. Ну что, мы сегодня познакомились с Еленой Копысовой. Если вы ещё не знали, да, в нашем городе есть детский театр мюзикла «Миниатюра», так именно называется, где дети со сцены говорят с детьми, которые сидят в зале и рассказывают очень многие истории, да, где можно всё сопереживать, проживать и, в общем-то, радоваться и плакать одновременно. Лена, а какие у вас планы вообще на ближайшее время на это лето? Так, ну что, у нас апрель. Это под грифом мюзикла «Маугли». Мы выступаем с ним. Далее, возможно, мы поедем на гастроли в Ижевск или Водкинск. Это ещё обсуждается. Гастроли, то есть там уже кто-то вас ждёт и принимать собирается, да? У нас уже есть наши, да, поклонники. Мы первый раз свозили к ним мюзикл «Мама». Они довольны остались. Потом свозили мюзикл «Том Сойер». И всё, они нас влюбились. Мы теперь, говорят, ждём «Маугли». У вас есть фанаты в других городах? Можно так. Я не знаю, громко, наверное, сказано. Но есть, да, зрители, которым мы очень понравились. Возможно, мы поедем. Дальше. Закрытие сезона. Это май. Ну и в июне мы начнём летний творческий лагерь. Называется «Летняя актёрская школа». Ну, кстати, наслышано об этом лагере. Очень хорошие такие отзывы. Получается, чем отличаетесь вы от других лагерей? Так, ну, сейчас, сейчас, сейчас я вам сформулирую. Ну, во-первых, у нас идут уроки. Они даже, с одной стороны, меня подшучат. Мы, говорят, как в школу снова пришли. У них до обеда уроки, после обеда уроки. Есть определённая цель, что вы не просто так пришли. У вас актёрская школа, соответственно, мы должны с вами показать результат нашим родителям. Что мы сделали за эти две недели? Вы пришли не развлекаться, бегать по территории, гулять, рисовать и так далее. Вы пришли заниматься, оттачивать навыки, мастерства, либо получать опыт тех, кто ещё первый раз. У каждой группы своя задача. Им нужно показать родителям по итогам актёрскую работу, танцевальную работу и несколько промежуточных занятий, когда они самостоятельно что-то делают с вожатыми. И потом в конце уже смены, да? В конце смены у них выпускной, приходят родители. И все три смены они восторгались, как мы это всё успели сделать. А мы действительно работали, у нас интенсивно. Конечно, до обеда, после обеда это такой напряжённый график, а вечером начинается вся радость. Дискотеки, костёр, вечерний огонёк, песни под гитару. Это очень всё душевно и интересно. Детки с удовольствием даже и на вторую, и на третью записывались. Поэтому считаю, что всё удалось. Спасибо. Ну что, что-нибудь пожелаем нашему подрастающему поколению? Подрастающему поколению мы можем пожелать оставаться самим собой, раскрывать в себе новые грани, всегда двигаться вперёд, не останавливаться на достигнутом и просвещаться, ходить в театры, ходить на хорошие фильмы, читать интересную литературу, смотреть интересные творческие видео какие-то. Пожалуй, и всё. Ну а родителям всячески поддерживать эти желания у детей и, конечно же, направлять, потому что наш вектор родителей, это направлять к развитию, к благополучию, ну и, конечно же, к состоянию счастья. Это была программа «Практическая психология». Сегодня мы говорили о том, как же можно развить личность ребёнка через посещение, например, театральных всевозможных студий. Спасибо, Лена, ещё раз и до новых встреч. Спасибо большое. До свидания. Практическая психология. Практическая психология. Практическая психология. Продолжение следует...